Дима, что у нас с номером? Ээээ, сон адрес нарисованный. Ну, они же. Они же такой выдали. У тебя только одни мысли об этом. Конечно. Если вы еще не играли в потрясающую игру о кораблях World of Warships, то самое время начать, ведь сегодня вы можете получить премиальный крейсер Дианы и 1 миллион серебра в подарок, если зарегистрируетесь по ссылке в описании к видео. Забирайте свой корабль, начните побеждать World of Warships. Субтитры сделал DimaTorzok Да, друзья, я не знаю, вроде бы ее и кормили, может быть, ты ее перекормила, я вот не знаю, с чего бы вдруг. Мне кажется, она чем-то заболела, и я не могу об этом говорить. Она была привитая, понимаешь? Она заболела чем-то, понимаешь, и все. Ты ее перекормила, понимаешь? Да мы не будем ссориться, за чего она умерла, все. Мне очень грустно, Дим. Короче, друзья, давайте так, чтобы Настя не грустила, просто сейчас навалим лайков, чтобы она видела, что у нее очень большая поддержка. И я надеюсь, что у нас с Настей поднимется настроение, все будет хорошо. Ну а пока что, чисто так, чтобы отвлечь ее от всего этого, я решил сделать ей маленький сюрпризик, друзья. Какой сюрприз? Ну я же тебе говорил, я не скажу тебе про это. Ну скажи ей. Нет. Ну скажи ей. Нет. Короче, поехали. Нам нужно, в общем-то, отправляться. Я кое-куда тебя сейчас отвезу, и я уверен, тебе он очень понравится. Просто очень понравится. Ты меня заинтриговал. Может быть, отгадаешься с трех раз? Как обычно мы это делаем? Ой. Чуть-чуть поцарапал. Ну я даже не знаю, у меня есть один вариант. Какой? Ты мне говорил что-то про новую машину? Нет. Нет? Нет. Про нового питомца? Нет. Тогда я не знаю. Ну, короче, сейчас все сама увидишь, друзья. Как обычно, так, там красный. Не буду томить вас с дорогой. Продолжим. Так, ну что ж, ребята, мы практически доехали, Настя. А куда мы едем? Ну, мы сейчас повернем направо. Ну и что? Это автомастерская? Да, все верно. Смотри, вот это новая твоя машина. Красный Mercedes MGGT. Ничего себе, она же так дорого стоит. Да ерунда, пустяки. Ты же разбила первую, поэтому я решил подарить тебе именно эту. Ты, конечно, извини, что я не сразу тебе сказал об этом. Не хотел тебя раньше времени, в общем-то, радовать. Поэтому... Спасибо большое тебе. Эта машина достается именно тебе. Спасибо, ты меня прям удивил таким подарком. Может, за руль сядешь? Да нет, ты что, она так дорого стоит. И я же разбила предыдущую, так что пока что не хочу. Да у тебя все получится, поверь. Давай как-нибудь в другой раз. Точно не хочешь? Точно. А когда мы будем учиться ездить? Все же машину подарил, а ездить надо же на ней. Давай попозже когда-нибудь научимся на ней ездить. Ну ладно, не буду тебя, в общем-то, мучить. Давай, ладно, я саду за руль. На самом деле, это очень мощная машина. Посмотри, какая она в салоне. Просто шик, детка. Вау, здесь так классно. С люком даже. Представляешь? Да. Ты можешь вылезти и покричать всем. Я счастливый, ну или что ты там вообще хочешь, как бы. Не знаю. Не знаю, не знаю. Я сам в эту машину уже влюбился. Короче, ребят, ну комарика я оставлю здесь. Надо его будет закрыть. Так, подожди. Все, закрыл, отлично. Я его заберу потом, а поэтому давай кататься на Мерседесе. И, кстати, у меня есть еще один сюрприз для тебя. А какой? Ну, опять-таки, тоже не скажу. Но это уже точно не машина и не питомец. Ну, короче, сейчас все сама увидишь, как бы, да? Хорошо. Смотри, какая моя мощная. Е-мое, пока зеленый, можно летать, тихо-красный. Летать уже нельзя. Ладно, друзья, ну, как обычно. Сейчас мы быстренько доедем, и я, как всегда, продолжу. Ну что же, мы практически подъехали. Смотри, как бы, ничего не напоминает тебе? Слушай, ты хочешь меня отвезти в новый зоопарк, который недавно открылся? Да, именно так. Смотри, какой он классный. Ух ты! Там просто море животных, и я хочу это все показать сегодня именно тебе. Так, нам нужно туда заехать. Сейчас, получается, где-то нужно будет развернуться. Вообще не люблю вот эту вот трассу, потому что она сложна. По ее подниманию. Так, а, вот. Отлично. Вот так вот. Ой, оптана. Ты не испугалась там, а? Спугалась. Вот такого дрифта. Ну, это могу только я. Не делай так больше. Почему? Потому что мне страшно. Ну и что? Подумаешь, там немного дрифта? Ну, так. Давай мы, наверное, тачку где-нибудь здесь поставили. Ну да, как раз возле входа. Да, окей. Ну, потом, если что, заберешь ее, в принципе, смотри, кровненько. Отлично. Ну, почти ровненько. Ну что, пошли, короче, в зоопарк, да, наверное? Пойдем. Сейчас зайдем, купим билеты и пойдем туда посмотрим. Ой, какая киска. Ты посмотри на нее. Че она такая белая? Че она такая большая? Кто это вообще? Ты знаешь? Да, откуда я знаю? Может, ты знаешь, а? Ну, не знаю. Мне кажется, это снежный барс какой-нибудь. Какой он снежный барс? Пушистый, во-первых. Во-вторых, это кошка. Ой, ну не знаю даже. У меня у бабушки такая была, я тебе говорю, это кошка. Кошка перерос так. Ее просто перекормили, и поэтому она такая большая выросла. Может быть, это какой-нибудь физический вид кошки. Не знаю. Хрен его знает. Подожди, смотри, тут еще, короче, есть. Смотри, вот это получается олень. Да, олень. Смотри, с ним какая-то женщина сэлфи делает. Тихо ты. Сбугнем ее. Смотри, какая она. Ой, е-мое. Смотри, как она целится. Капец. А это что получается? Это олениха у них? Это парочка, да. Да. Слушай, это получается единственный парк вообще здесь, в нашем городе. Как ты его назвала? Контактный? Контактный зоопарк. Контактный зоопарк. Это зоопарк, которым можно прям походить близко с животными, покормить их, погладить. Да, вот такой зоопарк. Ну, я понял тебя. Смотри, тут, по-моему, еще есть и обезьяны. Посмотри, смотри на них. Ух ты. Смотри, сколько они насрали, капец. Как будто, ну, как-то наша собака, точнее. Дим, ты можешь о ней не напоминать, пожалуйста. Ну, блин, ну... Мне грустно вспоминать о ней. Вообще-то ты виноват в ее смерти. Ну, извини, я ничем не виноват ее, просто перекормила. А это что за чучело? Слышишь? Горилла? Что это за... А что она такая страшная? Ты уверена, что это горилла? Да. Мне кажется, это какой-то снежный человек, е-мое. Ну, нет, все же, мне кажется, что это горилла какая-нибудь. Да ты человек, смотри. Знаешь, что у нее на ногах? Что? Волосы. Знаешь, почему их так много? Почему? Не догадываешься? Нет. Это просто лошадиная сила. Лошадиная сила. Детка, это твой шампунь. Вспомни. Ты им голову моешь, а он ноги моет им. Поэтому у него столько волос, как, в принципе, у тебя на голове. Ну, ладно, не факт. Ладно, по счастливу, Даша. Родная, смотри, это наш ужин. В смысле? Ну, это мясо. Ты знаешь, какое у свинины мясо вкусное? Вообще-то это не свинина, это дикий кабан, Дим. Какой это кабан? Смотри, у него получается. Это кабан, посмотри, какие у него куки. А у нас не забодает, а? Не знаю, не знаю. Мне кажется, или им хреново. Может, они на антибиотиках каких-нибудь или наркотиках? Да нет, мне кажется, с ними все нормально, так что. Пойдем дальше. У меня план, знаешь, какой-то. Смотри, короче, видишь, не особо высокий жидзаборчик. Ну что? Мы приезжаем вечером, ты перелазишь, режешь его, зарежешь его. Нет, я стою по другую сторону, а ты перелазишь. Я перелажу, перекидываю его, а ты готовишь его. Ну что, заебись, договорились. Окей, пошли смотреть дальше, что-то еще есть, как бы. Так, тут получается, смартыхи, макаки. Опять, да. Смотри-ка, они отдыхают, господи. Ну, конечно, лафат. Смотри, такая лафа у них просто. Посмотри, как они сидят. Да вообще красавица. Так, а это что за сиська? Это просто статуя. Это сиська? Это статуя. Ладно, окей, пошли дальше. Родная, иди сюда, смотри, короче, смотри, тут коровы. Это тоже наш завтрак. Смотри, одна буренка получается с номерком. Или даже... А, это бубенчик у нее такой. Ну да. А это что, получается, самка и самец? Да, мне кажется, слева это бык, а справа корова. А мне наоборот кажется, что справа это бык, а слева это корова. Потому что у коровы всегда висел бубенчик. А мне кажется, это обе коровы. Ну ты не права, поверь. Это ты не прав, все. Смотри, опять одна горилла. Да я тебе отвечаю, это какой-то человек. Нет, это горилла. С лошадиной силой твоей. А кто это там бегает, посмотри. Да не знаю, может их покусали, поэтому они бегают. Может испугались. Вот этот вот снежный человек. Лёх, какой классный. Чувак! Чувак! Чувак, он что бы подразделишь? Чего он такой страшный? Попробуй он палец в нос засунуть. Смотри, какая у него большая назря. Посмотри. Офигеть. Чего у него с зубами? Только посмотри на его лицо. У тебя есть там знакомые стоматологи? Ты же в больнице работаешь. Ну да, может подправим. Ты по-любому. Попробуй мы, короче, в пупок палец сунуть. Дим, давай ты попробуешь. Да не хочу я, что? Мужик мужику будет пупок. Ну да. В пупок лазить? Ну да. Может уже ниже ему засунуть? Ну я не знаю, что ты там хочешь от него. Я тебе говорю, попробуй. Отстань. А если у вас здесь есть, куда хватить? Чего ты торжишь? Попробуй ты. Нет. Ну ладно, окей. Пошли, что там ещё есть интересного? А, это я так понимаю, короче, получается именно работники за парком. Ты видел, там кто-то отдыхает, посмотри. Я видел. Я бы тоже... Давай мы потом слазим туда. Подожди, что, тут получается уже ничего нету, да, как бы? Пошли обратно, посмотрим. Чего они бегают, я не пойму. Чего? Походу, это... Возили нам в жопу намазали. Смотри, вот эта белая... А, это опять кошка-то. Дим, знаешь, что я тебе скажу? Чего? Я хочу какого-нибудь питомца отсюда забрать домой. Ну или купить. Много хочешь? У меня денег нету. Пошли дальше. Спасибо большое. Не за что. Я тебе машину подарил. Какой питомец? Машина, она не живая. Я хочу какого-нибудь живого друга. Дим, понимаешь? Я понимаю. Ты какая-то неправильная девушка. Обычно правильные девушки... Чё им надо? Во-первых, дом. Во-вторых, машина. В-третьих, косметика и прочие хероти. Мне просто нужен живой друг. Я потом тебе как-нибудь куплю живого друга. Ну ладно, хорошо. Такого, гладенького, большого. Какого? Который двигается вперёд-назад. А о чём ты говоришь, интересно? Не знаю, не знаю. Так, подождите, тот тупик получается, да? А, пошли на вышку залезли, посмотрим. Давай. Вау, какие виды, слышишь? Ух ты, как красиво. Да, друзья, смотрите, мы просто залезли на кран. На самом деле он там охранники на нас сильно кричали. Ну, я договорился. И смотри, какие виды здесь просто открываются. Офигеть. Ух ты, посмотри, здесь набережная, да? Ну да. Ну да, тут пляж просто классный. Кстати, а что мы с тобой ни разу не ходили на море купаться? Ну, точнее, в океан. Ну ты же меня не зовёшь на море? Это океан. Это океан. На море не зову, в океан позову. Хорошо, как-нибудь. Ну там, кстати, мы можем покататься на горках вечером. Там аквапарк, ух ты, здорово. Это не аквапарк. Это просто получается какой-то парк с горками и со всякой этой хероборой. Ну, я не знаю, как оно называется. И не получается, походит в океан, да? Нет. Они просто катаются. Там именно такая вот площадка. А-а-а. Ну, понятно. Ладно, что ли, давай, наверное, на этом закончим серию, потому что нам потом уже, что, получается, отправляемся домой. Угу. Поедем домой. Мы так хорошо погуляли, скажи. Да, мне очень понравилось. Спасибо тебе огромное за данный день. И тебе спасибо. Но там ещё один сюрприз тебе будет ждать ночью дома. Какой? Не скажу. Ужин. Ужин? Ужин, да. Короче, друзья, спасибо вам огромное за ваши, конечно, же комментарии, лайки. Обязательно ставьте под этот видос свой лайкосик. И самое главное, давайте, друзья, наберём, ну, 5000 лайков. И в следующей серии, в следующей серии я буду выбирать своё здание под новый автосалон. Короче, если вы хотите это увидеть, в общем, ставьте 5000 лайков, и следующая серия очень скоро выйдет. Всем удачи, ребята, и всем пока. Всем пока. Не забывайте подписываться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok